всем привет вы снова на канале inside taekwondo в этом видео для вас очередной разбор поединка с участием сильнейших спортсменов мира на этот раз это бой за золотую медаль финального турнира серии гран-при 2019 года самая легкая олимпийская весовая категория у мужчин до 58 килограмм не будем долго раскачиваться сейчас все сами увидите в синем на корт выходит кореец юм янг и он абсолютный лидер в категории до 58 килограмм он целый год не знал поражений и в большинстве боев побеждал в доминирующей манере последний раз проиграл он в октябре 18 года соотечественнику ким тэйхун в упорном поединке по ходу этого турнира янг без особых проблем прошел сильных спортсменов ирландца джека вули и иранца армина хадипура что мы видим из графики ниже в красном протекторе вида де лакуила представляющий италию также очень сильный спортсмен но все-таки явным фаворитом на этот бой выходил корее вида в неплохой форме подошел к данному поединку но на последнем чемпионате мира он успеха не добился оставшись не в числе призеров на мой взгляд турнирная сетка у итальянца сложилась попроще но в любом случае были пройдены сильнейшие соперники в числе которых и россиянин георгий попов на этом турнире впервые представлена новая униформа для тхаквандо включающая в себя обтягивающие штаны но как мы видим не все бойцы решились на изменения также из нововведений окрашенный в черный цвет шлемы у спортсменов что тоже выглядит необычно и так начинаем итальянец на первый взгляд занимает более оборонительную позицию но начинает свои атаки на опережение соперника и вот одна из них достигает цели попадания в жилет кореец больше привык двигаться на ногах и раздергивать соперника перед атакой но итальянец не оставляет ему возможности этого сделать приходится форсировать и в атаке добавляет удар кулаком янг хорошо двигается кореец итальянец привык больше нагружать ударами передней ногой комфортнее ему подставляет колено под удар корейца вита и после замечания счет 2 2 снова кулак в атаке и 3 2 злоупотребляет работой с так называемой фехтовки итальянец за что получает еще одно замечание спокойно но агрессивно действует корее вот так он совместил эти два качества а вот здесь подловил вита своего оппонента один из ключевых моментов сейчас мы его разберем во первых вращение он не пробовал в этом бою поэтому кореец и не ожидал таких действий а во вторых уж слишком расслабленно наносил свой удар янг видимо он был ложным и итальянец воспользовался этим и уверенно заработал свои четыре балла за удар с вращением сейчас начнется самое интересное кореец хочет моментально перевернуть все в свою пользу итальянца такой расклад устраивает уходит он на второго номера и ловит атаку кулаком встречным мир очаги янг агрессивно действует первым номером и заставляет выйти за площадку вида раунд закончен подведем итоги можем ли мы проследить план на бой по первому раунду я думаю можем побеждающий везде и всюду юн янг естественно старается действовать своей манере от центра площадки используя перемещение постоянно провоцировать и атаковать его вряд ли остановит то что к кондиции концу сезона 2019 у него немного не те не знаю видит ли этот факт итальянская команда но в любом случае их стратегия более защитная но с постоянными упреждающими атаками или имитациями атак таким образом мало-помалу они постараются затянуть бой в завершающую стадию с комфортным счетом и уже там добыть победу и как же на пользу пошел удар с вращением твитчаги в первом раунде браво а впереди у нас раунд два и мы начинаем вита в оборонительной стойке ждет и подбивает ногой атакующую ногу соперника попытка удара в голову но тяжело попасть с первого удара обороняющемуся сопернику еще одна попытка и снова неожиданное действие от итальянца в контратаке едва ли он пробовал бить с дальней ноги но тут сразу же результативно следом два раза попадает кулаком в корпус кореец оба раза в атаке небольшой был обмен от бойцов но удары не достигают цели а вот сразу после этой ситуации еще одно попадание кулаком потерял концентрацию вита и счет уже 9 10 сейчас разберем эти моменты в замедленном повторе юн янг после возврата в стойку просто сделал раскачивающее движение корпусом и выполнил быстрый старт кулаком это учебник легкий балл в трудно складывающимся бою успокоились бойцы обоим видимо необходимой передышкой результативных действий нет но попытки неплохи конец второго раунда и промежуточные итоги юн янг методично пытается расколоть итальянца но попадает только удары кулаком либо заставляет нарушать правила а вот итальянец периодически выходя из обороны старается быть непредсказуемым именно поэтому набирает баллы переходим к третьему решающему раунду сам не свой кореец плохо продолжает свои атаки либо же становится более осторожным а вот сейчас грамотно оттянул после удара свою сильную левую назад и в обоюдном размене выбил в балла кулак попал но под него же и пропустил в корпус 12 12 на храпом ну никак не получится взять итальянца нужно придумать другой вариант вот это интересно этот момент мы посмотрим с вами еще раз вновь пробивает с левой ноги после оттяжки и и назад кореец забирает два балла в жилет но какой сообразительный парень витта дэла квилла он сразу же отвечает контратакой в голову которая настолько своевременно что заблокировать ее возможности у янга нет последняя минута третьего раунда но это коронное действие янга в этом бою кулак и 15 15 защищается итальянец и контратакуют под удар рукой 1716 отдал площадку но собирает ошибки корейца витта нарушение не было выходят бойцы в центр защищается защищается и ждет ошибки итальянец и вот дождался своего момента за три секунды до конца попал сразу два удара передней ногой витта четкие выверенные попадания по максимуму использовал он гибкость своих ног остальное дело техники ценой нарушений тянет он время и побеждает корейца доминировавшего в весе до 58 килограмм на протяжении последнего времени сейчас подведем итоги поединка и посмотрим повторы итальянец четко понимал кто фаворит в этом бою и старался быть умнее и неожиданнее конечно на руку сыграла не самая лучшая форма корейца и не самый высокий темп поединка но удары проведенные единожды за поединок и пришедшие к цели это верх мастерства были моменты когда терял концентрацию витта но тут заслуга янга все-таки накалить обстановку в бою он мастер итог если хочешь победить явного фаворита будь непредсказуем если соперник атакует будь спокоен и сконцентрирован защите если решил драться в защитной манере не забывай пользоваться ошибками соперника потому что как мы увидели даже самые лучшие ошибаются все это мы увидели в исполнении витта делакуилы то как он собрал ошибки корейца заслуживает большого внимания на этом все смотрите наш канал проявляйте активность и учитесь у лучших бойцов мира не забывайте ставить лайки под видео и писать свои мысли в комментариях всем пока